мюнхенский ланч статья на версии ком за 13 февраля 2020 года мюнхен хорош при любой погоде мариан плац заполнен туристами беженцами арабами и собаками рай для алкоголиков в хорошем смысле этого слова легендарной минутку где ничего не меняется где дают на мой взгляд самую вкусную рульку прямо возле площади напротив спортивного магазина а сколько еще всего есть буквально в шаговой доступности напротив инвестиционной мекки китайских туристов бутика луи эвитон расположился там очень приветливый персонал как-то притащили двум темным туристам литровые кружки дункеля с соломинками те на них смотрят квадратными глазами а ребята ухахатываются знаками показывают что надо соломинку в нос вставить и сосать фоткают селфи снег афроамериканцами делают просто какое-то братство наций да чудесный город насчет пожрать побухать и осмотреть культурные достопримечательности в состоянии сытости и легкого алкогольного опьянения как вы поняли это было небольшое чисто лирическое отступление связи с главной темой мюнхенской конференции по безопасности там в холле уже устанавливают связи с приездом зеленского большой белый рояль который регулирует по росту главы украинского государства вдруг приспичит поиграть лучше же пусть будет роли рояль в кустах ни минуты не сомневаясь в том что мюнхен станет очередным международным триумфом зеленского тем более что подготовкой конференции занимаются два успешных человека новый глава офиса президента андрей ермак и олигарх с оперативным псевдонимом валерий виктор пенчук в шаловлевых руках ермака все буквально горит где андрей там победа просто пунктиром набросаю ряд выдающихся международных триумфов главного переговорщика зеленского совершенно блестящая поездка президента аваман на нг все разведки мира сошли с ума султан после встречи с украинским президентом банально двинул кони а страну залило дождем чего не было уже пару столетий потом был невероятный успех давосе инвесторы выстроились в очередь чтобы вложиться в перспективные хабы бердичева спич зеленского перед пустым залом поражал своим изысканным сюрреализмом и плохо скрытыми намеками на эротику в виде нянь ролевые игры для инвесторов глава таможни нефедов знает в них толк бог бр до бдсм хотя он и не по тем делам про израиля вообще говорить не стоит ермак так все хитро устроил что даже евреи фингели хотя их согласитесь трудно удивить особенно запомнилась всем сдача билетов украинской делегации в пользу тех кто пережил холокост но на достигнутом ермак не успокоился в польше была создана великая мощная геополитическая ось киева-варшава которая перевернула устаревшие взгляды на историю человеческой цивилизации зеленский смело обвинил тоталитарные режимы в развязывании второй мировой войны и дал понять что немцы были вынуждены устроить холокост поскольку сталин загнал их в тупик даже страшно представить что будет в мюнхене фрау меркель наверняка уже трясет от нехорошего предчувствия а ее всегда трясет при виде зеленского тут что-то генетическое наверное спич зеленскому писал лично ермак вместе со своей новой пресс-секретаршей которая технично задвинула мендель в угол офиса президента там еще кулер с водой стоит и хранятся пачки неиспользованной туалетной бумаги нас ожидает масса интересных сюрпризов начиная от апгрейда минских соглашений в свете диджитализации половых процессов на день святого валентина и заканчивая грамматическими ошибками и еще анонсировано укрепление геополитической оси варшава киев к ней оси присоединиться эстония вот не могу понять что случилось с латвией или литвой короче после исчезновения нашей дали гробоускайте как-то резко снизилась поддержка украины со стороны прибалтийских тигров исправить ситуацию вызвалась та же эстония мировой лидер по реализации теории относительности эйнштейна альберт открыл что время течет по-разному в системах движущихся со скоростью света эстонцы подтвердили справедливость его теории поскольку у них совершенно другой отчет времени презентация оси намечена конечно же на украинском ланше в мюнхене кто его организовывает естественно виктор пинчук он владелец большой кейтеринговой компании по обслуживанию выездных мероприятий имени сороса украинский ланч давосе мюнхене и в киеве под видом ялтинской стратегической инициативы поражает уровень мировой элиты которая примет участие в поедании сала оставшегося после давоса премьер-министра албании эдди рама министр обороны швеции петер хольквист министр иностранных дел словакии мирослав лайчак уволена из гуздепа бывший представитель этой организации в украине корт волкер который представляет сам себя и порошенко и конечно же главная изюминка застолья президент эстонии керстика как-то там его ее то самое недостающее звено в геополитической оси варшавы киев сталин на за этим геополитическим альянсом безусловно большое будущее это основа новой антипутинской коалиции во главе с ермаком зеленский недостаточно велик чтобы возглавить новое образование после мюнхена начнется абсолютно новый этап в деле апгрейда минских соглашений мы обречены в очередной раз стать форпостом свободного мира сукс александр зубченко специально для версии ком мюнхенский ланч